Это кадры не протестов арабов в Нью-Йорке, не бразильский карнавал, не забастовка таксистов в Германии. Это по всему миру празднуют египтяне. Сборная Египта в третий раз в своей истории и впервые с 90-го года вышла в финальный турнир чемпионата мира. Также бурно египтяне праздновали после результатов жеребьевки. Букмекеры победу Египта на чемпионате оценивают коэффициентом от 150, а за выход из группы дают около 3. Понятно, что фараонам сложно будет привезти золото на родину, но настолько ли она слаба, как многие считают. А что есть такого у Египта? Тренер. Эктор Рауль Купер, аргентинский футболист и тренер. Тренировал аргентинские Уракан и Ланус, испанские Мальорку, Валенсию и Реал Бетис, итальянские Интер и Парму. В 99-м году Эктор Купер встал у руля Валенсии. Команда, хотя и обладала хорошим составом, но она не относилась к грандам первой величины. Тогда седовласый тренер дважды подряд втащил Валенсию в финал Лиги Чемпионов. Не Барселону, не Реал, а Валенсию, которая до этого на протяжении двух десятилетий в лучшем случае попадала в четверть финал Кубка Уэфа. Вкратце, тактика у тренера такова. Игра команды строится от обороны, но при этом мобильность полузащиты и острота нападения, балансирующая на грани офсайда, позволяют проводить контратаки. И не одну-две за матч, как при классическом Катеначо, а практически постоянно. Даже в располагающей не самым сильным составе Мальорке эта тактика принесла успех. Команда достигла финала Кубка Кубков и пробилась в Лигу Чемпионов. Также у Египта есть отличные игроки, играющие в английской АПЛ. Ахмед Хегази, 26-летний защитник Вест-Бромвича, который перешел за 5 миллионов евро. В 2017 году египтянина взял в аренду английский Вест-Бромвич. Хегази сходу вписался в состав и регулярно появлялся на поле. Уже зимой клуб выкупил его трансферу клуба Аль-Ахли и футболист стал полноценным членом команды Высшей Английской Лиги. В общем, толковый защитник. Не дерево. Дуб там или береза. В Египте он является важным игроком и провел в отборе к чемпионату мира большинство матчей от звонка до звонка. В компанию Хегази есть такие защитники, как Ахмед Аль-Мухаммади из Астенвилла и великий 30-летний Ахмед Фадхи. Также в Англии играет полузащитник Рамадан Сабхи из Ток-Сити, которого советовали самому Жозе Мауринио. И, конечно же, не забываем о полузащитнике арсенала Эль-Ныни. В общем, как вы поняли, ни в одном Каирском Аль-Ахли играют египтяне. Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть о таком суперлегендарном фараоне. Легенда из легенд. Настоящий талисман Египта. Капитан и вратарь сборной 45-летний Эль-Хадери. Вратарь, который своей игрой дважды вывел свою сборную в финал Кубка Африканских Наций в статусе капитана. Лучший голкипер турнира. Легенда, дорога которого начиналась тогда, когда 15-летний мальчик бегал по дороге через пустыню на тренировку в другой город. Аль-Хадери выступает за сборную Египта с 96-го года. За это время он принял участие в 156 матчах, 4 раза выиграв Кубок Африканских Наций. Больше за сборную из вратарей сыграл только Буфонище. Если Египет не сотворит сенсацию, то голкипер все равно может установить рекорд. В случае выхода на поле хотя бы в одной игре, он станет самым возрастным представителем своего амплаа в истории мировых первенств. В общем, фараоны еще те темные лошадки. Не потому что из Африки и смуглые, а потому что очень хорошо готовы к Мундиалю. А еще ко всему прочему можно добавить и то, что президент Египта Абдель-Фатаха-Сиси распорядился выделить каждому футболисту сборной страны гонорары за выход в финальный турнир чемпионата мира. Плюс будут большие по меркам Египта выплаты при выходе из группы. Так что мотивации у Египта хоть отбавляй. Раз когда-то построили пирамиды, смогут и выиграть Мундиаль. Продолжение следует...